Всем привет! Сегодня у нас будет распаковочка телевизора Samsung Ultra HD 7 серии NU7100 вместе с монтажом и первичной настройкой. Приобрели его в Эльдорадо. В фоне цена такая же самая 19,5. Плюс продавцы пообещали еще 1000 гривен бонусных. Через две недели можно будет сходить в Эльдорадо и приобрести какую-нибудь технику на 1000 гривен. Но, честно говоря, я больше симпатизирую магазину кофе. Итак, комплектация. Ножки для установки на горизонтальную плоскость. Телевизор я буду вешать на стену, поэтому они не понадобятся. И пакетик с инструкцией, всевозможными переходниками, пультом и так дальше. Комплектация. Переходник для коммодуля. Переходник для подключения тульпанчиков. Шнур для подключения в сеть 220 вольт. Сам пульт. Г-образный переходник для подключения антенного кабеля. При монтаже на стену, если не будет помещаться кабель с разъемом, используйте этот переходник. Переходник для подключения тюльпанчиков. И в комплексе можно будет подключить цветоразностый сигнал. Также есть руководство пользователя. Никому не нужная наклейка. Гарантийный талон. Официальный. Я это даже распечатывать не буду пока. Сам телевизор. Что касаемо задней панели телевизора. Разъем для подключения эфирной антенны. Разъем для подключения спутниковой антенны. Разъем для подключения компонентного видеосигнала. И разъем для подключения композитного видеосигнала или обычного тюльпанчика. Включаем переходники. если у нас нам нужно будет подключить обычный аналоговый видеосигнал сюда подключаем пульпанчики желтый белый красный это соответственно видео и два аудиоканала если же мы подключаем компонент компонентный видеосигнал подключаем тогда цветоразностные кабели сюда а сюда соответственно подаем звук далее есть разъем для подключения локальной сети rj45 для того чтобы подвести интернет в телевизор несмотря на то что здесь есть wi-fi я все-таки если есть возможность подключить роутер с помощью кабеля витой пары лучше это сделать так есть 3 hdmi входа также есть оптический выход звука ну если вам нужно будет подключить старую акустику у которой есть только аналоговый вход я рекомендую вам использоваться оптическим аудио конвертером у меня есть видео на своем канале ссылку я укажу в описании далее есть два usb разъема к нему вы можете подключить usb накопитель выносной жесткий диск или же взять отсюда питание до 1 ампера можно подключать питание можно взять для усилителя или еще для каких-то устройств стандарт крепления этого телевизора веса 200 на 200 значит что расстояние между отверстиями для крепления 200 миллиметров вертикальной и горизонтальной плоскости для для установки на стену мы приобрели там же вот такой кронштейн за 350 гривен и кронштейн простой незамысловатый как оцинкованный гвоздь вынос минимальный конструкция максимально простая но при этом достаточно крепкий первым делом нужно прикрепить вот эти кронштейны к задней стенке телевизора болты которые идут в комплекте с этим кронштейном слишком короткие для этой ситуации поэтому нужно будет приобрести эти болты отдельно или же найти существующие болты если они сильно длинные подрезать болгарочкой так чтобы длины резьбы хватало резьба здесь утоплена и поэтому стандартных болтов которые идут вместе с креплением недостаточно поехали задняя панель телевизора задняя стенка телевизора немного изогнута для того чтобы кронштейн был установлен параллельно плоскости передней панели телевизора вот используются вот такие дистанционные шайбы если вы помните во время распаковки пакетика с пультом и переходниками я их оттуда достал устанавливаем дистанционные шайбы сюда и таким образом кронштейн будет закреплен строго вертикально в закромах родины я нашел всего два болта нужной длины точнее два винта нужной длины поэтому я с помощью болгарки готовил две маленькие шпильки и гаечками прикрепил эти кронштейны а вот тут я совершил ошибку кронштейн достаточно маленький поэтому необходимо будет поменять их местами для того чтобы вот эти ребра были ближе друг к другу и так у телевизора будет больше степени свободы двигаться вот так поменяю сейчас эти два кронштейн к местами готова теперь прикладываем эту часть кронштейна который крепится к стене и замеряем расстояние от верхнего края телевизора до верхнего края кронштейна от нижнего края телевизора до нижнего края края кронштейна и то же самое касается боковых краев расстояние эти записываем это нам нужно для того чтобы определить точно, где кронштейн должен висеть на стене, так чтобы телевизор висел так, как нужно нам. Я нашел место на стене для закрепления кронштейна, так чтобы верхний край телевизора был в один уровень с дверными лутками и телевизор был по центру стены, как я наметил здесь отверстия. Какой еще есть нюанс? Необходимо будет сверлить отверстие сначала шестерочкой, потом восьмеркой, потом десяткой, то есть рассверливать с меньшего диаметра на больше. Зачем? Из-за того, что неоднородный материал стены, а перфоратор бьет на удар, бывает так, что начинает сверлить по центру и незаметно отверстие смещается в сторону, и потом мучительно больно все это правильно и красиво закрепить. Поэтому сначала рассверливаем шестерочкой, потом восемь, потом десяткой. Так мы этот фактор сведем к минимуму. Поехали! Стена здесь не такая уж и толстая, поэтому для того, чтобы исключить неприятные последствия, необходимо глубину отверстия делать на 5 миллиметров больше, чем длина самого пластикового дюбеля. Поэтому я нанес черным маркером визуальный ограничитель. Это можно сделать также изолентой. И таким образом я смогу себя обезопасить от того, чтобы не сделать сквозных отверстий. Стартовать в таких ситуациях желательно не на удар, а на сверление. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Забиваем масштрафные бетаны. Продолжение следует... При закреплении кронштейна винт для дерева я рекомендую использовать шаровой шабой. Это позволит с большим усилием прижать вот эту часть кронштейна к стене, и поэтому держаться он будет крепче. Он, конечно, не оторвется, но играть по сторонам он будет гораздо меньше. Продолжение следует... Зажимаем ровно настолько, чтобы кронштейн немножко все-таки играл. После этого ставим ловин, выставляем кронштейн идеально ровно, и потихонечку зажимаем. Силовой провод и коаксиальный сигнал от антенны Т2 я провел, вложил в кабель-канал. Осталось повесить телевизор и подключить провода. Фиксация кронштейна продумана неудобно, поэтому мне пришлось сделать такую приспособу. Малярным скотчем прикрутить биту к длинному буру, и потом слегка прихватить малярным скотчем сам болтик. После этого закручиваем этот болтик в кронштейн. Заводим болтик туда, и попадаем в отверстие. Для настройки Т2 канала заходим в настройки. Шестереночку выбираем раздел трансляция, выбираем пункт автонастройка. Нажимаем пуск. Тип канала выбираем цифровые. Аналоговые остался только один, он нам не нужен. Далее выбираем кнопку сканирования и нажимаем кнопку ОК. Ждем. Нашло все 32 каналов, нажимаем закрыть. Если нашло меньше 32 каналов, выбираем дополнительную настройку. Я передавала туману коллегам, заодно еще раз принесла и соболезнования. Смотрим на какой частоте у нас происходит вещание. Стоя на частоте нажимаем вправо, нажимаем создать. И смотрим качество сигнала. Проделываем, потом нажимаем кнопочку Return. И проделываем тоже операцию со следующей частотой. Просматриваем качество сигнала, у меня здесь 100%, тут сигнал отличный. Если у вас не 100%, выбираете частоту с меньшим уровнем сигнала и подстраиваете антенну по максимуму сигнала. После этого опять проводите автонастройку и у вас должны найти все 32 канала. Для того, чтобы телевизор Samsung подключить к интернету, нажимаем Settings. Выбираем вкладку Общие. Сеть. Открыть настройки сети. Выбираем беспроводной. Если хотите подключиться по Wi-Fi. Если соединитесь с проводом, выбирайте проводной. Выбираем Wi-Fi сеть. В данном случае у нас одна. Нажимаем ОК и вводим пароль. После того, как ввели пароль, нажимаем Готово. Ждем соединения. К локальной сети подключилась, но вроде бы как телевизор не увидел интернет. Хотя бы если бы я пароль Wi-Fi ввел неправильно, тогда подключение было бы невозможным. Но, несмотря на это, проверим работу сейчас в онлайн-сервисах. Например, YouTube. Все работает. Несмотря на то, что сообщили, что не удалось подключиться к интернету, онлайн-сервисы работают. Здесь 3G интернет и все работает четко. Без затыков. Подружает все быстро и хорошо. Все, монтаж окончен. Провода все проведены, уложены. Будем собираться. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.